Привет, я Annie Magic, со мной тут мои питомцы И за эту неделю, пока мы не снимали видео, у нас наконец-то наступило лето, жара, солнышко И я надеялась, что так и будет И за эту солнечную недельку успела сделать кучу всяких дел Успела снять очень крутой скетч на канал питомцев Magic Pets, сегодня он выйдет Научить Юме брать ключи от машины и доставать деньги из кошелька Снять ролики в TikTok питомцев, там, кстати, уже больше 100 тысяч, спасибо А в своем показать мою новую песню Съездить в Москву и закупиться нашим кормом платином для песиков Кто из вас когда-нибудь покупал 15 килограмм корма собаке, тот знает, как это выглядит Это всегда огромные, гигантские, тяжелые пакеты И вот представьте, в этой коробочке тоже 15 килограмм Насколько все правильно организовано и упаковано Почему она стоит вот так вот, а не вот как эта? Потому что ты ее вот так переворачиваешь, вот здесь вот ударяешь Смотрите И теперь отрываешь Все, очень просто, никаких ножниц, ничего И тут 3 пакета по 5 килограмм максимум То есть больше не бывает Я вас напугала, да, когда по коробке ударила Нет вот у платиного гигантских этих пакетов То есть либо по полтора килограмма, либо 5, вот это максимум И, соответственно, корм, а он очень такой сочный, он как гематоген такой, поэтому тяжеленький И когда упаковка маленькая, корм не выдыхается и не засыхает быстро Ты можешь достать вот так пакет, им пользоваться, остальные оставить в коробке Короче, всем всегда советую Так что, если хотите заказать, попробовать, ссылочка будет в описании Помыть пол в гараже Покрасить и повесить почтовый ящик на улице Можете писать письма Снять видео на свой канал, в инстаграмы Начать там новые конкурсы и челленджи Убраться у всех улиток Давненько, кстати, не было роликов про них И что вы думаете? Сегодня, в день, когда я запланировала съемку вашего любимого эпичного влога С прогулкой в очень необычное место Пошел дождь, погода испортилась, да Раз уж в этот пасмурный день мы сидим дома Я решила показать вам, как я переделала детскую Что я купила питомцам в Икее Что там вообще есть сейчас для животных Какие-то лайфхаки И как я вообще организовала хранение их вещей А их у них очень много Подписывайтесь на канал Потому что мы продолжаем наш путь к 3 миллионам Спасибо вам большое Короче, в Икее сейчас появились типы товары для питомцев Я поехала посмотреть, что там есть Мне, честно, особо ничего не приглянулось Там есть какие-то лежанки собачьи и кошачьи Оранжевого и зеленого цвета Ну, не знаю, это прям цвета очень любителя Я, например, люблю больше нейтральные какие-то оттенки в интерьере Напишите в комментариях, какой ваш любимый цвет И какие цвета вы выбираете именно своим питомцам себе в дом Еще там были пластиковые миски Я пластик не люблю Против пластика вообще И как бы, ну, они царапаются Менее долговечные Вот Еще, в общем, разные какие-то товары Не буду вдаваться в подробности Покажу, что я купила именно Я вообще считаю, что можно Ну, и человеческие вещи как-то приспосабливать И сегодня вы увидите такой лайфхак Интересный как раз именно на тему Икеи Так как у собак своя комната, да, которую я покажу позже Сделаю там рум-турчик То у кошки у нее как бы своей комнаты нет Она живет во всем доме Собаки тоже, но... Ну, если вы помните историю про то, что она дерет кресло Я перепробовала все возможные когтеточки Вот я в Икеи нашла вот такую прикольную когтеточку Это такой коврик на липучках По сути, можно сделать, наверное, и самому Если есть какие-то умельцы И вот так вот она крепится на ножку Стула, стола, ну, чего-то такого И пока что она ее не дерет Я не знаю, почему Кресло она также дерет Если что-то ее бесит и хочет она на улицу Посмотрим, изменится ли ситуация Сейчас на секундочку заглянем в нашу постирочную Потому что здесь кое-что изменилось для киски Алиски Смотрите вот сюда, вниз Если вы помните, вот тут в постирочной Около стиральной машинки Я оставляла такое углубление В котором планировалась собачья лежанка И она здесь была Но теперь я переделала Переорганизовала это место И мне кажется, очень прикольно получилось Прям идеально, миллиметр-миллиметр Сюда встал кошачий туалет Вот этот вот закрывающийся Козявки вредной Так как я перфекционист И вы это поймете чуть позже Когда увидите хранение вещей собак Я вымеряла тут просто каждый сантиметр Чтобы сюда, рядом с этим туалетом Влезли вот такие вот ведерки Которые как раз я в Икее в этот раз и купила Их здесь две штуки Они тоже очень так по цвету серенькие Неприметные подходят Такие тяжелые Потому что там в этих ведерках Хранится кошачий наполнитель Чтобы он не лежал какими-то гигантскими пачками Некрасивыми, уродливыми, яркими И удобно то, что он рядом с кошачьим туалетом теперь И вот эту вот лопаточку как раз Я тоже купила в Икее У меня была и синяя, и еще какая-то А я хотела именно что-то такое стильненькое Классненькое Вот они сделали такую прикольную лопаточку Черненькую с дырочками Здесь все так теперь аккуратненько Удобненько И симпатичненько Так гармонично смотрится В прошлый раз мы с вами поднажали И на предыдущем ролике набрали аж 50 тысяч лайков Давайте в этот раз еще прям сильно постараемся И попробуем набрать 60 тысяч лайков А я в благодарность буду делать для вас новый крутой контент Еще чаще, чем ролики выходят сейчас И несмотря на то, что киска Алиска у нас такая вредная кошара При этом, вот самое интересное, да Она вообще не трогает цветы Просто я читала ваши комментарии Многие жаловались, что приходится зубочистки втыкать Какие-то камни класть Вот у нас стоит вот такой вот прикольный горшок С как вот таким вот красивым гибискусом красным Который сейчас цветет Ей вообще вот пофиг на растения Может быть, потому что она часто гуляет на улице, не знаю Это наш зимний сад И те, кто смотрел хаус-тур, помнят, что Здесь был просто проем, не было двери Сейчас мы ее тут поставили И я говорила, что там будет детская комната питомцев Чтобы иногда собак закрывать в этой комнате Первое, потому что мы живем за городом И вот эта вот грязь осенняя, слякоть вся Вот сюда, вот на белый пол Когда они приходят с прогулки Поэтому они здесь сохнут А также, ну, иногда у любого человека, у которого есть собака Тот знает, что, ну, приходится ее в какой-то момент жизни закрыть Условно, когда мы тут разбираем мебель И что-нибудь может на них упасть Но большую часть времени, конечно, здесь дверь открыта И они просто сами по себе уже воспринимают это своей именно территорией Какой-то своей комнатой Вот у нас у людей всем хочется иметь свое пространство Свою комнату И вот они это место уже сами воспринимают таким своим местечком Поэтому, когда здесь большую часть времени открыта дверь Они сами сюда приходят, там, попить водички, поспать, поиграть Здесь собаки выходят гулять Здесь же я их запускаю, когда у них грязные лапы Чтобы они их тут просушили Это на самом деле детские ворота Я их заказала в обычном магазине для мамочек Там вообще хозяйственная часть Трубы, коммуникации, короче, это нам не важно В общем, чтобы они туда не ходили Потому что дверь какую-то объемную я тут ставить не хочу Мне очень нравится, что здесь есть такое пространство, воздух Вот эти вот светильнички тут такие висят Их можно включать Здесь есть выключатели Вот вечером можно включить светильник Так как тут я решила не вешать шторы, не ставить дверь А но здесь были вот эти вот всякие трубы и всякая фигня Я уже говорила, я собрала вот такой вот шкафчик своими руками Сама его покрасила И теперь в итоге, когда смотришь оттуда через стекло Здесь видно просто вот этот вот шкафчик Здесь также есть батарея Потому что зимой холодно, чтобы собакам было тепло Алиска пришла Она хочет на улицу, наверное Тут вот такой вот подокончик, на котором стоит цветочек Какое-то украшение Ну, в общем, пока он так организован Когда еще зима, здесь есть теплый пол Ну или осень И, соответственно, собаки здесь не мерзнут, когда сохнут Потому что здесь тепло от пола идет И они быстрее высыхают за счет этого И вообще изначально дом здесь заканчивался Поэтому здесь есть окно сюда На самом деле, наверное, его здесь быть не должно Но при этом мне нравится, что оно тут есть В таком эко-стиле Всякие шишечки, цветочки засохшие Травки, растенница, ракушечки Но я думаю, что здесь постоянно будет композиция меняться Потому что это мне не до конца нравится И по поводу как раз лайфхаков про Икею Мы скоро вернемся вот сюда, к шкафу, к хранению Я опишу каждую коробку Я сказала, что там есть лежанки, да Для собак и для кошек Вот эти вот яркие, оранжевые и зеленые У меня был план сделать с собаком Так как я перфекционист и идеалист Чтобы у них были везде в доме И в том числе в этой комнате Одинаковые лежаночки какие-то И при этом они у меня очень любят вот такие подушки Лежать прям вот на таких штуках Никаких бортов Когда я пошла и купила самые простые подушки Икейские плоские Они стоят типа 180 рублей И наволочки на них в спальном отделе Они по ткани были точно такие же Как собачьи и кошачьи лежанки Вы можете прям сами проверить, посмотреть То есть я изначально, когда ее купила Я уже где-то мозгом чувствовала Что это самая лучшая штука для шерсти Собаки на них лежат Шерсть на нее не налипает А это очень важно Потому что, поверьте, я со своим опытом знаю Что такое собачья лежанка Особенно, когда собака линяет И он так мило спит Просто я не могу Такой хорошенький Блин, как всегда Вот я сказала, и он глаза открыл Вот всегда так Снимаешь вот так вот просто чехольчик Вот этот вот И стираешь лежаночку И вот такая вот у тебя там внутри Просто подушечка По мне прям супер тема Для меня лично Так что пользуйтесь Лайфхаком Дарю Вместо того, чтобы покупать За отдельные деньги Еще и дороже Что-то специальное Типа для кошек и для собак Софиша очень любит кроватки Вот эта кроватка тоже Когда-то давно была куплена в Икеа Я их тоже обожаю Эти кроватки Они продаются в детском отделе По-моему, это вообще Типа игрушечные какие-то кровати Здесь вот этот вот домик стоит В углу Его облюбовала Мишка Она сказала Все, я здесь живу Сюда не лезьте И реально практически Никогда никто к ней не приходит Она там тусуется в этом домике У него еще есть верхняя лежанка А теперь переходим К самому главному К моей гордости Моему маньячизму Фанатизму Наверху тут стоят Интерактивные игрушки Для кошки и для собак Они им просто надоели уже И они не хотят Ими больше играть Поэтому я сейчас их спрятала Это, кстати, еще один лайфхак Для тех, у кого есть животные Через месяц, через два Когда они уже забудут И такие О, новые игрушки Классно Это серьезно Реально так и работает Так как я маньяк И ничего не бывает у меня Просто так Я взяла рулетку И целый вечер Я мерила сантиметром Каждую полку Насколько ее можно поднять Насколько ее можно опустить Сколько всего здесь полок Что сюда может поместиться И потом в Икеа На сайте смотрела Просто размеры каждой коробки Какие коробки мне подходят И по цвету И по дизайну И по размеру Так люблю Вот этот минимализм В общем, я купила коробки Это, по-моему, коллекция Кугис Называется У них очень годный Такой белый пластик Вот здесь В верхней части У меня стоит Вот такой вот наборчик Даже игрушки Сейчас в дом Собакам И в эту комнату В том числе Я стараюсь подбирать Именно по цвету По стилю Чтобы они подходили А не всякое такое Разноцветие Кому-то, может, это не понравится Кто-то, наоборот, любит все яркое Цветное У меня была такая цель Чтобы все, что есть у собак По всему дому Распиханное По разным шкафам По разным местам Оказалось в одном месте И я этого почти добилась Но мне нужен будет ваш совет Чуть позже Я спрошу кое-что У вас очень важное Вот в этих двух маленьких коробочках Здесь Все для ухода Зубная паста Зубные щетки Когти Грезы Да Расчесочки Какие-то вот такие штуки Для когтей и зубов А вот здесь Всякое то, что мы Ну, берем с собой Когда-нибудь Мисочки Там массажеры Пакетики Кликер, кстати Следующая коробка Она вот такая узенькая В отличие от вот этой большой Широкой Потому что тут хранятся Всякие ошейники И поводки Банданы Шлейки И все, что можно На самом деле Я хочу провести здесь ревизию Ну, многие ошейники Уже просто в непригодном состоянии А еще сбылась моя мечта Наконец-то Я на Алике заказала Вот такие вот штуки Это сворки для собак То есть вот здесь Такое колечко К нему прицепляется поводок Мне они скоро тоже придут Из этого же набора И получается Две собаки На одном поводке Благодаря вот этому вот Разделению Очень, кстати, качественные Очень прикольный Хороший Такой прям металл черный Вот этот сам поводочек Он со светоотражателями Прошит идеально Алик иногда Прям очень радует За совершенно Объективные деньги Тут хранятся игрушки Другими дырочками Я знаю, что многие Я знаю, что многие скажут Ну, лапки же это мило Я не люблю Вот эти вот все Штуки Я хотела, чтобы они были Очень минималистичные Но в итоге Приехали с лапками Вот такой вот лоточек Купила я его не в Икеа Не помню где Недорого как-то И в него так идеально В этот лоточек Все мисочки Аккуратненько После того, как все покушали Складываются И кладется он сюда А вот тут Вот в этом В этой большой коробке В основном Собачья аптечка И средства по уходу Не буду уж там Слишком подробно показывать Но так как 4 собаки У меня средства Больше в 4 раза Чему у человека У которого одна собака Почему миски стоят вот тут? Потому что Когда мы кушаем Мы кушаем тоже в этой комнате И вот тут вот Такое же ведро Как у киски Алиски Там поменьше ведра А здесь я вымерила Все по высоте Оно больше Намного чем то Здесь его можно носить Также ручкой Я кстати не показала Что там есть ручка Удобно что ты берешь Это ведро И переносишь куда угодно Крышечка И здесь У нас корм Это же лопаточка Кошачья Которая для Туалета кошачьего Я ее взяла Использовать для корма Юми Попроси Попроси Потому что сейчас Мы попросим у ребят Помощи Как вы поняли Здесь все вещи Моих собак Все чем я пользуюсь По уходу По жизни По кормлению По всему Кроме Собачьей одежды Которая у нас Целая вот такая вот Банкетка То есть она открывается И там просто Гора собачьих Шмоток Которые все лежат Ну просто Это очень неудобно Их здесь хранить Если один раз надета вещь Ее кладешь туда Ко всем вещам И они начинают все пахнуть Вы понимаете Да Собачатиной И так далее Как вы поняли Я очень люблю Вот чтобы все было идеально Купить детские вешалочки И все ее развесить Но куда К себе В гардеробную Это как-то странно Если собачье все здесь Здесь какой-то шкафчик Вешать Ну как-то наверное Будет перебором Единственная мысль Какая у меня возникла Это вот в этот вот шкаф Высвободить там Какую-то одну полку И сделать там такую Ну трубку Вот эту вот вешалку И на нее все вешалочки Аккуратно развесить И вот тут вот Одна из полочек Принадлежала бы их одежде Может вы предложите что-то Может вы какие-то лайфхаки Часто смотрите Видите И скажете Ань да вы так же Можно ее Блин Точно В общем я надеюсь Вам понравилось Такое наше домашнее видео И вы захотите что-то еще более Подробно о нашей жизни И тогда ставьте лайк Подписывайтесь на канал Помогайте нам собрать Три миллиона И переходите по ссылке На новый ролик Крутой скетч На канале питомцев